Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 17 градусов и обещали целый день дождик. Но пока нет. Ну мало ли что обещали. Я говорю, сейчас вот эти прогнозы в Америке работают совсем плохо. Первое время, когда я приехал, вот сказали в 2 часа, допустим в 2.30 будет дождик. Вот так он и идёт. Думаю, вот это да. Думал тогда. А сейчас уже даже не верю прогнозам. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас тут в мире творится. Яхан Ньюс, я вчера зашёл, посмотрел так. Ну, в преддверии выборов 24 года насчёт Трампа есть так называемые доноры, которые дают деньги на предвыборные кампании. Все доноры от Трампа отказались. Нужно идти дальше. Time to move on. Нужно двигаться. Ну ладно, хорошо. Что ещё тут есть? А, ну вот помните, я вам говорил про расследование журналистское Пандора. Что-то, ну, ящик Пандоры или как-то ещё. Вот. И нашли там деньги, знаете, у кого? У Светланы Кривоногих. Так, это, ну, считается, что это любовница Путина и дочка у него. Вернее, у неё от него. Ну, в общем, что нашли. Так, она купила в Монако за 4 миллиона апартмент. Какая-то Светлана Кривоногих из какой-то глубокой провинции. И вдруг купила вот за такие денежища в Монако. М-да, вот так. Причём на набережной где-то даже это вообще ещё дороже. М-м, да Путину пофиг, конечно. Так. Что тут ещё? Да ладно. Вот. Понравилась мне. Электростимуляция мозга подавила симптомы депрессии в 36-летней пациентке. Ребят, я никогда в это не поверю. Не поверю. А это где? В Америке. Ну, исследования американских учёных. Не, не верю. Ну, попробуйте дома. Возьмите аккумуляторы. Снимите штаны и садитесь на него. Будет вам электростимуляция. Ну, мозга. У большинства россиян как раз мозга, да. Если голой попой сесть. Так, дальше что у нас? Так, Персильд и Шипенко стартовали. И они уже, ну, это старые сведения, они уже долетели. Ну, вот эти актёры, да. Вообще, по некоторым подсчётам, вот один из них, ну, каждый стоит 50 миллионов рублей. Вот этот вот запуск. Ну, это туристы практически, да. И что это будет за фильм? Сколько он будет стоить? И сколько будут стоить на него билеты? Ну, в общем, это какая-то чушь очередная, ребят. Долетели они, стыковались в урочном режиме. Ну, в общем, вот так вот. Ну, пока вроде живы. Так, ладно. Хорошо. А, ну, вот так. Корабль с киноэкипажем не сможет состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Ну, не, они уже, это, стыкнулись потихонечку. А, ну, вот Шандерович на эхе Москвы пишет на блоге. Опять шульнулись. Ну, это смысл такой, что русским всё время нужны какие-то победы. Победы. Ну, вот, Олимпиада, там ещё там что-то. Так, ну, и вот теперь, значит, Юлия Пересиль в невесомости, чтобы обсуждали. Ну, обсуждают на Первом канале. Да, насладитесь. Хорошо. Он жёстко пишет, конечно, Шандерович. Я всегда за него волновался. Тем более после того, как Навального посадили. В Белом море... Сегодня самолёты нормально, вертолёты нормально. В Белом море частично задануло маломерное судно «Фаворит». Частично. Ну, то есть до самого дна не дошло. Там где-то болтается посерединке. Так, нескольких спасли. Так, и какая-то пассажирка дозвонилась в службу 112. Связь с ней потеряна. Тут в комментариях с частично беременным экипажем. Ну, не знаю. Маленькое судно, да. Пять человек было. Ну, вот пытаются их как-то найти. И что-то пропали они из всех новостей. Так, а это что ещё? Это случилось в России. Антон Орех, обозреватель. Ну, ребят, это жуть. Вот это вот из Саратовской больницы туберкулёзной. Где там... Он говорит, я начал читать. Меня, говорит, клатун просто прихватил. Если я и видел в жизни что-то... Не читать, в смысле, а смотреть этот ролик. Если я и видел в жизни что-то страшнее, то сразу не вспомню, что и когда. Ребята, не смотрите. Это маньяки. И вот дальше он делает выводы, что это только в одной тюремной больнице поснимали. А сколько такого по России ещё что не снимают. А эти даже снимали, чтобы доложить начальству. Ну, я говорю, это маньяки просто сумасшедшие. Настоящий... Вот дальше он пишет. Настоящий ужас охватывает, когда ты понимаешь, что это клиническое безумие, норма. Что в тюрьмах, изоляторах, колониях, а как недавно выяснилось, даже в секретных воинских частях работают десятки, сотни, тысячи садистов. Ну да, ребята, вот так. Так оно есть. А вы не знали. Так, что у меня-то... Вот ещё что-то их в Москву никак не загрузится. Плохо интернет работает. А ну вот, двое россиян сгорели в запертой снаружи бане. В Татарстане 36 лет мужчина, 32 года женщина. Их ломом попёрли, когда они купались. Ну и, конечно, они сгорели. Ну нормально, чё. Генпрокуратура и ФСИН объявили о начале проверок после видео с издевательствами над заключёнными в тюремной больнице. Почему заключённым, когда там их просто очень даже много начали. Начали. Главное на себя не выйти. Так, что тут у нас? Письков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения. У Путина тут на днях был день рождения. Так, он отпразднует... Ну, Путин отпразднует день рождения в кругу родных и близких. Откуда у него родные и близкие? На кладбище, что ли, пойдёт? Ну, на кладбище всё спокойненько, да. Так, рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в 67 российских регионах. Я даже не знаю, что такое регион. Ну, в общем, это очень много. Вице-премьер – это кто? Голикова. Голикова. Так, вице-премьер Голикова подчеркнула, что сейчас Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки. 30 тысяч. Ай. Может быть, тут вот обычно бывает вот на сегодня. Сейчас я гляну. На Russia Today обычно выдаёт. Так, нет. Нет, Russia Today. Сюда и не молчит. Молчит. Сколько на сегодня? Да, дела. В правительстве заявили о 300-процентном росте заболевших коронавирусом осенью. Ничего себе. Да, ребят, очень много. И детей собираются вакцинировать. Боже, бедные дети. Бедные дети. Бедные дети. В Минфине отметили, что инфляция в РФ сейчас близка к пику. Так, заболеваемость пиковая, инфляция пиковая. Ну как, живём, россияне, да? Ну вот, зато Путин раскрыл планы России по сдерживанию, знаете, чего? Климатической катастрофы. Боже мой, Россия будет сдерживать в мире, ребята, в мире. Путин будет сдерживать. Ну, командир землетрясения. Не иначе. Что, какая-то чушь-то? Чушь какая. Так, Фейсбук в России пригрозили штрафом в размере до 10% годовой выручки. Ну, это миллиарды, ребята. Ну и чё? Они не платят чё-то. Там было какое-то 20 миллионов, 90. Уже общая сумма 90 миллионов. Вроде бы они не заплатили. Да вообще отключить нафиг Фейсбук в России, да и всё. Делов-то. Я бы так поступил. О, ну-ка, ещё воришки, воришки. Главу горсовета Евпатории задержали Олесю Харитонингу. За что? Чё, взятка? Злоупотребление? А, организация преступного сообщества. Ещё задержали главу Евпатории Романа Тихончука. Так, это председатель горсовета, а ещё глава. Ну, это, командир, начальник штаба, наверное, так как можно. Так, и сообщалось о готовящихся отставках должностных лиц в Евпатории, Феодосии, Саке, Судаке и Армянске. По-моему, это всё Россия в рубль, да, уже? Уже. Уже Россия. Так, ладно. Лоза, лоза, ну-ка, лоза, а чё у нас лоза? Лоза, чё ты выступал? Ну-ка, лоза, давай вылази на свет Божий. А, вот знаете, что он обвинил киноэкипаж, ну вот эти, которые полетели, да, в космос, в дискредитации профессии космонавта. Ну, правильно, всё, конечно. И кто-то, он это говорил, Илья Шендерович, что скоро... А, да, вот, вон, да, лоза, лоза. По мнению артиста, современные деятели культуры, ради пиара готовы тушить пожары и вырезать аппендиксы. Да, в прямом эфире, да. Ну, вот сейчас туда полетели. Но это сколько денег стоит? Я вам сказал уже, где-то, полет одного космического туриста, но так это называется, 50 миллионов где-то рублей. Правда, рублей. Ну, лоза, ну даёт на своём плоту. Так, Байден, а вот откуда Байден-то? Лоза и Байден рядом. Как-то это некрасиво. А, Байдена призвали выслать 300 дипломатов россиян, если штат посольства США не увеличат. Ну, в Москве в смысле, да. Получается, что слишком много послов россиян, ну, дипломатов, а американцев мало. Вот, 300 человек, правильно, так и надо. А интересно, МИД тут ответил, что столько даже не наберётся в Америке. Ну, это как в анекдоте. Учительница говорит там в классе, учительница математики, говорит, у вас, говорит, тут 50% не знает математики. Один с задней парты. О, да у нас столько, здесь столько во всём классе не наберётся. 50%? Ага, понятно, да. Посмеялись. Так, МИД ответил на призыв американских сенаторов. А, ну, вот, да. Вот, Маша ответила, что столько же в Вашингтоне нету. А я думаю, там 500, даже больше. Ну, всё. Посмотрим, что будет. Газета «Комсомольская правда» закрывает своё представительство в Минске. Там арестовали их журналиста, да, и находятся в СИЗО за статью. Обвиняют его в разжигании вражды и оскорблении представителей власти. Причём, интересно, что его задержали в Москве, а потом этапировали в Белоруссии. Представляете? Так, Нижегородская прокуратура требует запретить движение «Мужское достоинство». Нет, «Мужское государство». А достоинство было бы лучше. Я уже даже герб придумал. Ну, это, да, запретить нельзя. Устраивали травлю женщин в соцсетях. Ух, как я их понимаю. Вот особенно сейчас, ребята. У меня ничего не наложивается на личном фронте. Но, ладно, я вам скажу. Да вы сами увидите, когда пропадут картины. Так, ладно. Что тут ещё? Суд арестовал гражданского мужа. Ну-ка, что, Рогозина, что ли? Нет, 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 Раковы. А, Ракову нашли. Да, она всё отрицает. Ну, попутно арестовали гражданского мужа. Он тоже сообщник. Так, да, вот, экс-замглавы Минпросвещения Ракова не признала вину в совершении мошенничества. Да, кто же признает-то? Кто признает добровольно? Гинцбург. Кто такой? Ты кто такой? Глава центра имени Гамалея заявил, что вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться – главная задача России. Ну, давайте, вакцинируйте. Кран пошире откройте, откуда наливаете вот эту вакцину. Ну, давайте. Вот интересно. Появилась полная запись боя Джигурды с Милоновым. Оказывается, вот та самая Джигурда с Милоновым на ринке дрались по правилам бокса. Боже ж ты мой! Ой! Ну, он захотел морду ему побить. Ну, побил. Хорошо, да. Милонов оборонялся и изредка контрактовал. Опа! В третьем раунде Джигурда перешёл к активным действиям и два раза подряд отправил соперника в нокдаун. Вот так. Победительным был признан Джигурда. Милонов пожаловался на организаторов, которые не донесли до него, что бой будет носить настолько серьёзный характер. Ну, побили, короче, Милонова. Ну, вот какое-то удовольствие хотя бы на ролик. Да, представляете? И кто? Джигурда официально взял и побил. Да, вот морда расквашенная. Он не ожидал, Милонов не ожидал, что его там будут бить. Хорошо. Так. А это что такое? Сейчас погляжу. Я говорю, не гробится нифига интернет. Суд согласился принять от Тинькова 448 миллионов долларов по налоговому делу. То есть они утрясли. И Тиньков полмиллиарда отламывает. Ничего себе, да. Ну, хорошо. Ну, чё, русские Фейсбук доят, а американцы Тинькова. Ну, нормально. Сейчас странные какие-то времена, ребята. А, ну, и вот, кстати, к странным временам. Смотрите, заголовок только. Концерт под портретом Сталина прошёл в Красноярской школе в День учителя. Да, Сталин. С Днём учителя. Я, кстати, поздравляю с запозданием всех учителей. Да, и был концерт. Ну, Сталина. А почему же нет, да? Ну, хорошо, не берию повесили. Вот такие дела в мире творятся, ребята. Но самое главное сегодня, вот этот ролик достала эта перековка овса. Никакой. Это наш Владимир Боков. Никакой. Так, когда он его выложил? 5 октября. Ну, наверное, уже перекопал весь овёс. Ну, смотрите, да. Пока. Всего хорошего. Доктор Влад с вами. Ну, как же без защитка видно бы. Самый такой бедный осенний цветок. Ха! Вот они. Физалисты. Физалисты. Это такой, знаете, зимний букет. Добрый день. Сегодня 5 октября 2021 года. Детский наконец-то закончил перекопку овса. Ну, что, Полик Куликова. Здорово с тобой намучился. И ты намучила. Ого. Сейчас, секунду. Ну, что-то так. Вчера вечером, думаю, так. У меня есть перекопки ещё на 2 дня. Но взяла какая-то такая природная злость. Думаю, ну, сколько я с тобой буду мучиться с этим овсом. Взяла и перекопал всё за один день. Нормально. И в самое конец работы осталось, где-то перекопать где-то 2 квадратных метра. Так, пришла в голову мысль. Старый пень. Надо было делать так. Взять маленькую бревнушку и проказывать овес боль перекопки. Только всего. И было бы гораздо полегче. Ну, ничего. Дело сделано. Всё, слава богу. Так. В саду, по-прежнему, красиво. Сейчас вам покажу. Ну, деда устал. Сколько дней он перекопал этого. И этот овёс, даже сам не знаю. Ну, дней 8-9. Всё же, пожухло. Никаких цветов. Остались вот эти вот. Астры. Вот так вот. Они до сих пор стоят и хоть бы что. Не торяло то, что у нас сегодня ночью уже в какой, второй день, да, были заморозки. Нормально. Вот видите, вроде винограда с утра любит такие. До сих пор висят, так сегодня и 5-я кремля. Мы их не снимаем. Возможно... Ой, сейчас вот зуму сделаю. Виды их там нет? Не знаю. Деда было не до этого. Вот и пожухлые розы. Всё. Осень. Что и говорить. Ну, знаете, бабушка, каждый вечер, так, вот этим орехом собирает орехи. И каждый, приносит, говорит, нет, я набрала бакармана орехов. Откуда? Не понимаю. Да что с такой это? Не понимаю. Само очень красиво, так? Здесь все прогулатели. Какие цветы, я не знаю. Очень красиво. Очень красиво. Вот, а деда устал. Время где-то 19 часов дня. Но, большое дело сделано. Большое дело сделано. Перекопка закончена. Можно отдохнуть. Нет. Какой там отдых. Так. Необходимо бабушке переделывать. Бабушке хочется, чтобы я переделал эти замечательные гряды такими, чтобы они были вот вот эти. Еще вот. Три доски в наличии, таких толстых, и сделать две гряды. Не знаю, как получится. Заранее хвостом миляет, так? Ты мало, знаешь-то? Я тоже на сегодня устал, так? Ну что хочешь? Такую работу проделал, так? Нет, не дам сухарика. Через час пойдем гулять. Да, вот, смотри, миляет его хвостом. Ах ты! Ай, жопа! Это это, да. Помесь волка не знаю с кем. И, наконец-то, у деда дойдут руки до сбора винограда. Вон его, полно-полно. Вы знаете, с этой полоской руки просто не доходили. Вот так. Дед уставший, уставший. Завтра соберу. Все, хорошие мои, все. Я буду приходить в себя. Очень устал в этом году. Устал. Все. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok